Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Проверили условия содержания в зверинце, о питомцах которого писали соцсети, побывали представители прокуратуры и других надзорных ведомств. Рязанцам придется платить за право оставить авто еще на 14 улицах. Коммерческие парковки захватывают город. Число абитуриентов растет с каждым годом. В Рязанском медуниверситете подвели первые итоги работы приемной комиссии. В передвижном зоопарке, ставшем героем новостей из-за ужасного содержания животных, побывали надзорные органы. К их приходу там, конечно же, подготовились, но тем не менее сотрудники прокуратуры и ветеринары осмотрели, в каких условиях содержатся животные. Подробнее расскажет Валерий Седов. Животные постоянно ходят кругами. Кто-то пытается рыть яму в своих металлических клетках, а другие просто лежат. Все это кадры видео, которое появилось в социальных сетях. Местные жители говорят, что у животных в клетках нет поилок. И сами они изнемогают от жары. Верблюды и лошади лежат прямо на асфальте посреди зоопарка. Другие звери, кажется, вообще не шевелятся. Кроме того, по словам очевидцев, днем и ночью из зоопарка доносятся крики животных. И на десятки метров вокруг распространяется неприятный запах. На качество содержания животных уже неоднократно жаловались местные жители. На следующий день в зоопарк пришли зоозащитники. Они сняли это видео. То, что мы видим здесь на сегодня, это недопустимое обращение с животными. Это можно отнести к жестокому обращению с животными. Животные содержатся в неподобающих условиях. На видео отреагировали сразу. Уже на следующий день зоопарк посетили надзорные органы. В уголовном кодексе есть статья, предусматривающая штраф. Исправительные работы до одного года, либо арест сроком до шести месяцев. У входа сотрудники прокуратуры, ветеринарии и неравнодушные граждане. Делегацию встретил директор зоопарка. Он же устроил небольшую экскурсию. В зоопарке, но и в ковчег 37 животных. Правда, не все из них находятся в вольерах. Некоторые свободно разгуливают по территории. Правда, по словам директора зоопарка, иногда по просьбам посетителей их запирают обратно. Львы, тигры, медведи и пантеры – все эти животные сидели в убранных клетках, влажность которых поддерживали сотрудники зоопарка. Вопрос только в том, всегда ли животные содержались именно так. Или подобное произошло только в день прихода надзорных органов. Директор зоопарка поспешил объяснить происходящее на нашумевшем видео. Директор упомянул, что каждое животное, привитые на всех, есть необходимые документы. Не обошли стороной и вопросы по уборке клеток. У нас каждое утро капитальная уборка, потом по ходу дня убирает человек. Кормит, остатки потом убираем. Сотрудникам прокуратуры и ветеринарии показали, чем питаются животные. За зоопарком целый холодильник мяса, а также коробки овощей и фруктов. Возможно, они всегда стоят на санцепёке. Директор рассказал, что мясо они дают животным только под вечер, чтобы запах не отталкивал посетителей. К утру от пищи в клетках ничего не остаётся. А все отходы выносят в ближайшие мусорные баки. По требованию каждой из служб директор приносил всё новые и новые документы. Вот только однозначного ответа по результатам проверки так и не дали. Прокуратура Октябрьского района проведена проверка в зоопарке Ноев-Ковчег. После получения заключения ветеринарного надзора будет дана оценка соблюдения санитарного законодательства при содержании животных в данном зоопарке, а также будет решён вопрос о принятии меры прокурорского реагирования. Маленькие клетки и депрессивное поведение животных – это основные недочёты, которые перечислили зоозащитники. По поводу условий содержания зверей однозначного ответа тоже нет. Мы посмотрели животных, посмотрели их состояние, посмотрели документы, взяли ксерокопии документов. Поэтому сейчас никаких выводов, никаких заключений. У животных не брали никаких анализов. Сотрудники осмотрели только документы. Второй инспекции не предвидится. Конечные результаты надзорные органы вынесут только по итогам данной проверки. Сотрудники главного управления ветеринарии рассказали, что перед выездом зоопарка в другой город всех животных обязательно проверяют. Если данный зверинец планирует выезжать, в любом случае мы отправляем запрос в тот субъект Российской Федерации, в тот орган государственной ветеринарной службы, то есть или то ли управление, или ещё что-то. Отправляем запрос, мы согласовываем с ними выезд. То есть все документы направляются туда. Если в случае, если там есть какая-то ситуация, вспышка или что-то, то есть они могут нам отказать, или у нас есть какая-то ситуация. То есть они нам отказывают запрос. То есть это всё регламентировано. Получается, что перед приездом в Рязань все необходимые проверки животные всё-таки прошли. Вот только что покажет результаты сегодняшнего рейда, неизвестно. Ясно лишь одно. До их появления зоопарк будет работать в штатном режиме. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Количество платных парковок увеличивается. Рязанцы ставят авто во дворах. Центр города забит до такой степени, что жильцам невозможно пройти к своим подъездам. О парковочных перспективах Рязани в сюжете Алексей Нилова. Разведение грязи, выхлопы газа и просто уменьшение свободного пространства. Большинство незакрытых жилых дворов каждый день сталкиваются с этим. Порой их жители вынуждены буквально обороняться, ставя различные препятствия на подъезде к своему дому. В разных районах Рязани есть разные причины этого. Так, в центре города водители осаждают дворы из-за платных парковок. Несмотря на это, городская администрация планирует увеличить количество мест, где придется оплачивать остановку машины. У нас в ближайшее время 14 улиц планируется включить в зону платных парковок. Это где-то еще порядка тысяч машин и мест. Размещаться они будут вокруг торговых рядов, на улицах Радищева, Горького, а также площадях Мичурина и Свободы. Примечательно, что расширение зоны платных парковок не коснется так называемых магистральных улиц, которые связывают районы города. Вопрос доступной оплаты и парковки очень важен для рязанских водителей. Если стоимость их не удовлетворяет, они идут в другие места. Отсюда вытекает и проблема загруженности бесплатных парковок. Основная часть людей от парковок, чтобы избежать, паркуется в тех местах, где нет плана на парковке. То есть вся эта масса скачивает по городу, правильно? По дворам. В свою очередь, крайними здесь становятся жители домов, во дворах которых паркуются эти так называемые перебежчики. Мы решили узнать, что говорят рязанцы об этом. При жилых дворах очень мало парковок для автомобилей, поэтому жильцы ставят рядом с домами, и это очень неудобно. Шум, то, что занимают места для парковок жителей этого двора. У нас закрытый двор. Нам повезло. В одном из жителей города солидарны. Проблему кочующих от двора ко двору машин, избегающих платных парковок, надо решать. Иначе в один прекрасный день вы можете обнаружить на красивом газоне грязные следы от шин и подтекающего масла. Красоты городу это точно не добавит. Альтернативой платным парковкам, без вреда для жителей дворов, может послужить повышение привлекательности общественного транспорта. Или можно использовать казахстанский метод. Несколько человек вызывают такси и оплачивают его, доезжая вместе до места и обратно. Осталось только выбрать наиболее подходящий вариант как для пешеходов, так и для водителей. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Первые итоги подводят приемные комиссии вузов. Число абитуриентов растет в разы и превышает количество учебных мест. В Рязанском медуниверситете уже приняли почти на тысячу больше заявлений, чем в прошлом году. Подробнее в нашем следующем сюжете. Около 4 тысяч заявлений практически из всех регионов страны. В Рязанском медуниверситете сейчас бум абитуриентов. Все потому, что отгремели выпускные балы и школьники получили аттестаты. Самое популярное направление это все-таки остаются лечебные дела и педиатрия. Но если мы говорим о конкурсе, то самый высокий конкурс это будет на стоматологический факультет. Это не из-за того, что больше документов сюда подают, просто здесь мест поменьше. Каждый год в медуниверситете увеличивается количество бюджетных мест. В первом выпуске педиатров было всего 19 человек. В этот раз набирают 80. На лечебном факультете 270 бюджетных и 260 вне бюджетных мест. Ангелина приехала поступать из Егорьевска. Школу окончила с отличием. Я с самого детства мечтала стать врачом. Поэтому выбрала. Я долго думала, но я всегда мечтала быть стоматологом. Иван из Воскресенска выбрал Рязанский медуниверситет, потому что здесь учатся многие друзья. Он уже решил, что посвятит себя науке. Я хочу своими, если у меня будут достижения, помочь, чтобы они помогали людям. Не важно, что это будет. Лекарства ли, какой-то метод лечения. Ну или что-то другое. Пока подают документы только жители России. Иностранных абитуриентов ждут в медуниверситете 16 июля. Дина Ислеева, Олег Парамзин, телекомпания «Город». К новостям недели. Привлечение инвестиций в регион за счет медицинского туризма, повышение качества услуг и улучшение инфраструктуры обсудили в Рязани. Прошла конференция перспективы развития медицинского туризма в российских регионах. Рязанский край. Конференция подобного рода впервые прошла на региональном уровне. Медицинский туризм – вопрос более чем актуальный. По данным, которые озвучил глава региона Николай Любимов, эта отрасль еще и крайне прибыльная. За прошлый год объем денежных вливаний в мировую копилку составил более 10 миллиардов долларов. При этом доля России составила лишь 250 миллионов долларов. По прогнозам специалистов, эта цифра будет расти за счет активной работы регионов в этом направлении. Развивать мы сейчас стараемся высокотехнологичную помощь. То есть то, чего нет в других регионах. Вот недавно совсем ряд операций наши медики сделали и в УКБ, и в кардиологическом центре, которые делаются только в федеральных центрах. То есть их другие регионы просто не могут делать. И это как раз направление, оно способно привлечь реально большое количество людей как из других регионов, так и из-за границы. При этом в финансовом плане выигрывают все и федеральный центр, и область. Уже на сегодняшний день можно сказать, что более 40% людей приезжают в Рязанскую область для того, чтобы посетить стоматологические клиники. Задача номер один – добиться подобных результатов и для других отраслей медицины. При этом есть существенное разделение на частный сектор и государственный. В последнем случае будут разработаны специальные квоты по программе обязательного медицинского страхования. Здесь пациенты не должны будут платить за оказание помощи. За них заплатит страховая компания. То есть деньги из страховых компаний других регионов будут поступать в наш. Таким образом решается сразу несколько важных вопросов. Во-первых, возрастет интерес инвесторов. Во-вторых, будет значительно повышено благосостояние работников отрасли. Да и уровень оказания медицинской помощи с каждым годом будет только выше. В том регионе, куда идут люди, значит здесь высокие технологии, значит здесь квалифицированные кадры, значит здесь качественная медицинская помощь. И именно вот это дает развитие как раз всему здравоохранению. Мы сейчас видим, вы наверное видите, что действительно здравоохранение сейчас качественно развивается в Рязанской области, проводятся уникальные операции. Появились определенные лидеры. Поэтому наши люди в том числе будут получать наоборот очень высококвалифицированную качественную медицинскую помощь. Медицинский туризм сейчас безусловный мировой тренд. Наметилась устойчивая тенденция, когда пациенты не только из стран ближнего зарубежья, но и Европой едут поправить здоровье в России. Хотя, конечно, есть некоторые странные лидеры, у которых стоит поучиться. Это и Германия, и Израиль. Но ввиду событий, происходящих в мире, глобальных событий, у России появляется замечательный шанс выдвинуться в этом направлении. И замечательно, что Рязань уже предлагает определенные пути к тому, чтобы развивать медицинский туризм, продвигаться шагами, уверенными в этом направлении. Несомненным лидером среди медицинских учреждений региона стала областная клиническая больница. Только за прошедшие полгода там провели более 650 уникальных операций. Именно в УКБ пытаются попасть жители других областей за тем уровнем помощи, который они не могут получить у себя. Сейчас уже новый тренд есть. Люди уже едут не в какую-то клинику, включая ведущий ФГУ, а уже на конкретного человека, на конкретного эксперта. Где он уже будет их оперировать? В этой ли клинике, либо в какой другой? Уже вопрос второстепенный. И вот это сейчас выходит на первый план. Поэтому основной задачей, которую мы у себя в клинике развиваем, это прежде всего развиваем специалистов, чтобы уже приезжали не только к нам в клинику, как в клинику, но и к конкретному специалисту, который известен не только у нас в России, но и в мире. По словам специалистов, Рязань, благодаря сравнительно невысоким ценам, удобной логистике и высочайшему уровню медицинского обслуживания, действительно может стать достойным преемником ведущих мировых клиник. Именно к такому результату сейчас и стремятся на самых разных уровнях. Конечно, были определенные опасения по поводу того, что из-за наплыва пациентов из других регионов снизится доступность медицинской помощи для местных жителей. Но по всем прогнозам они не сбудутся. Мария Руда, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Чуть не обрушился на голову ребенка. Жителям дома номер 51 по улице Электрозводской несколько дней пришлось ходить по обломкам. У одного из подъездов обрушился козырек. В ситуации разбирался Алексей Нилов. Соседство с крысами и тараканами уже никого не удивляет. Некоторые жильцов признаются, что им стыдно даже пригласить к себе гостей. Раньше в этом доме было заводское общежитие. Общий туалет и кухня напоминают о временах бывшего СССР. Здесь живет примерно 80 семей. Сказать, что условия жизни здесь не идеальны, значит ничего не сказать. Дом этим летом начал разрушаться на глазах. Обвалился вот этот вот козырек. Обвалился он перед маленькой девочкой, ее чуть не пришибло. Об этом мы уже говорили неоднократно, чтобы его убирали управляющие компании изумрудные. Им бесполезно об этом говорить, потому что они говорят, что козырек не в аварийном состоянии. Ну вот результат, вы сами видите. Бригада от управляющей компании все же приехала. Но они только собрали обломки в кучу рядом с подъездной дверью. О том, что здесь раньше был козырек, теперь напоминают только железные балки. Когда в доме проведут ремонт, остается только гадать. Жильцы сменили несколько управляющих компаний в надежде найти ту, которая все же начнет приводить дом в порядок. Но так его и не дождались. Сначала говорили, что в декабре месяце сделают капитальный ремонт. Капитальный косметический. Перекроют все. То есть и фасад нам сделают, и крышу нам сделают. Декабрь прошел. Нам сказали 8 марта. 8 марта прошло. Вот уже июль месяц, и как бы никаких вообще продвижений нет. Обозрали стены. Все. И на этом ремонт у них закончился. Представители компании «Изумрудный» общаются с жителями только по телефону. В этот раз диспетчер пообещал, что в течение двух дней все остатки козыряка будут убраны. Ну как разобрали? Тут вот лежит рядом передо мной куча. Ну, вы как представители этой компании. Сделать ли людям ремонт, неизвестно. Мы будем следить за развитием ситуации. Алексей Нилов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Детские площадки Рязани проверят на соответствии требованиям безопасности. Что делать, если качели плохо закреплены или место для игры детей напоминает территорию для выживания. А управляющая компания никак не реагирует, выясняла Анна Малистова. В Рязани прошла горячая линия по безопасности детских площадок. Рязанцы в течение двух дней могли задавать интересующие их вопросы или пожаловаться на состояние горок или качелей в своем дворе. На вопросы горожан отвечала уполномоченная по правам ребенка Рязанской области. Мы периодически это проводим, и очень полезно это. По каждому сигналу, абсолютно по каждому реагируем. И в зависимости от того, что требует, какая пришла к нам информация. Вот, это будет и направлено, допустим, письмо в администрацию города. Так что обязательно будет реакция соответствующая. По телефону заявили, что вне горячей линии по вопросам безопасности площадок можно обращаться по электронной почте или прийти лично к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области. Сломанные качели, беседки без лавочек и заросшие травоплощадки здесь не редкость. Опасные площадки находятся на улицах Советской армии и Новоселов. Беседка. 50 лет ровно. Ребята лазают и падают с нее. Там одни железки, все разбиваются. Видите, какая площадка? Нельзя, не посидеть, ничего, ни скамеечек, ничего. Плохо. Помимо всего сказанного, во дворах мусор, пустые бутылки из-под алкоголя и окурки от сигарет. А вот еще одна площадка, уже на улице Черновицкой, 25, корпус 1, которую установили 4 года назад. С тех пор ее так и не ремонтировали. Татьяна с другими жителями дома уже в течение двух лет пытается достучаться до своей управляющей компании. Дело дошло до администрации города, но пока ничего не изменилось. Качели не работают. Там качели спилили на второй день. Приехал премьер комфорта, сказали, что они плохие. Сделают, повесят новые. В итоге качели как не было, так и нет. Стоит ли говорить о безопасности горы, как качели в этом дворе, когда даже обычная перекладина приходит в движение от небольшой нагрузки? Лилия каждый день приходит на эту площадку вместе с сыном Леонидом. Мы на эту площадку приходим, так как у нас возле дома вообще нет площадки, на Гоголе 33. Приходим сюда. Вулуны вот здесь торчат. Песка мало. То есть мы, допустим, босиком ходим. А вот та самая площадка на Гоголе 33. Жители не раз обращались в ту же управляющую компанию. Доски просили сделать. Они взяли, сказали, пришли, соединили вот просто бока. И эти бока в данный момент вот все развалились. Сколько куда ни ходили в это, в комфорт, в дом управления. Потом у нас Худяков, наш депутат, просили. Так кто же все-таки отвечает за безопасность детских площадок? Все зависит от того, на чьей территории находится детская площадка. Ну, обычно это либо муниципалитет, в этом случае отвечает за все город. Либо это земельный участок, который относится к общему имуществу квартирного дома. И в этом случае отвечает уже управляющая компания, либо ТСЖ. Если площадка угрожает здоровью или жизни ребенка, необходимо написать заявление в муниципалитет или обратиться в вашу управляющую компанию, четко прописав все претензии. Зачастую управляющая компания никак не реагирует на такие заявления. В этом случае следует обращаться уже в вышестоящие органы, в жилищную инспекцию, также в прокуратуру. Если ребенок уже получил травму на небезопасной площадке, необходимо обратиться в суд. Можно требовать от управляющей компании или муниципалитета материального возмещения на лечение и компенсацию морального вреда. В настоящий момент в России нет закона, который бы регулировал безопасность детских площадок или контролирующего их органа. Поэтому, когда дети будут играть на площадках, которые не угрожают его здоровью, пока неизвестно. Анна Малестова, Станислав Кудрышов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Который год власти говорят о необходимости реконструкции торгового городка в Рязани. Но пока найти инвесторов не удалось, известное место отдыха и торговли продолжает разрушаться. Мария Рудая продолжит. Горы мусором. Так можно охарактеризовать состояние торгового городка. Если пройти через рынок, то спокойствие нарушают лишь снующие повсюду голуби. Они здесь почти единственные постоянные обитатели, если не считать случайных прохожих. К нашему удивлению, посетив это место, мы обнаружили бригаду по уборке мусора дирекции благоустройства города. Сотрудники нам рассказали, что машина вмещает в себя более 4 тонн. За день вывозят несколько таких машин. Ветки, бутылки, сухая трава и еще множество другого разнообразия уже покинули торговый городок. Но до прежнего благолепия очень далеко. Виктор Чамкин помнит местные пейзажи 30-летней давности. И ему есть с чем сравнивать. Когда-то давно мужчина гулял здесь с детьми и внуками. Приятное воспоминание. Это был такой культурный уголок. Работали все павильоны. Оживленно здесь было. Здесь гуляли люди. Потом ходили в лесопарк. Потом все это разрушилось. Величественные скульптуры, кломбы и целый ансамбль архитектурных сооружений. Торговый городок задумывался как место демонстрации народных достижений. Лет 30 назад здесь работал прекрасный фонтан, который служил оазисом для детей и взрослых с жаркими летними днями. Фонтан был настоящей изюминкой торгового городка. Сейчас здесь встроенными рядами лежат разве что кирпичи. Сейчас на зданиях, которые по праву являются памятниками советской архитектуры, растут деревья. А крыша служит пристанищем все для тех же птиц. Сейчас эти здания находятся в полуразрушенном состоянии. А ведь когда-то торговый городок был местным аналогом ВДНХ. Некоторые здания все же сохранились, но и они требуют серьезной реставрации. Мы обратились в администрацию города с вопросом, когда торговый городок обретет вторую жизнь. Вот что нам ответили. Цитата. «В последнее время управлением инвестиционной политики развития малого бизнеса и потребительского рынка проводилась работа по поиску потенциальных инвесторов для выработки комплексного решения развития торгового городка. Учитывая, что территория торгового городка является зоной подтопления, а также разрозненность расположенных на его территории зданий, решение, позволяющего сохранить уникальность торгового городка и устраивающего администрацию Рязани, не выбрано. В настоящее время работа по привлечению инвесторов для развития торгового городка продолжается». Конец цитаты. «Пока администрация ищет решение, а единственная уникальность, которую ежедневно наблюдают рязанцы – грязь, надписи на стенах и неприятные компании. По вечерам». Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Помогают найти новый дом сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Рязанского дома «Ребенка» в этом году вернули в семьи более 60 детей, еще 30 нашли новый дом. 8 июля во всей стране отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник связан с именами святых Петра и Февронии, которые являются символом семьи и брака. Как считают многие, этот день – отличный повод, чтобы собраться родными, сказать друг другу слова любви и благодарности, о чем мы часто забываем. Ведь семья для большинства из нас – это постоянное и обыденное. Но есть и те, кому пока не довелось узнать, что такое теплый семейный очаг. В доме ребенка живут или временно пребывают те, кому любовь, забота и верность нужны, как никому другому. Сейчас здесь находятся 124 ребенка возрастом до 4 лет. Те, кто остались без попечения – сироты, дети, родители которых оказались в трудной жизненной ситуации. Главврач дома ребенка Шацкая Елена Евгеньевна уже на протяжении 6 лет помогает сохранить семью или найти детям новый дом. Если мы не будем осуждать и стараться помочь, то, конечно, ребенку однозначно лучше в такой семье. Но если ребенку грозит жестокое обращение, здесь надо быть очень осторожным. Если хотя бы риск этого жестокого обращения предусматривается, прогнозируется, здесь, конечно, ребенку лучше быть в приемной семье. Елена Евгеньевна признается, главная задача – разрешить трудную жизненную ситуацию в семье и помочь вернуться ребенку к родителям. Чаще всего поддержку оказывают семьям с низкими доходами и матерям-одиночкам, а также тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя в доме ребенка избегают слов папы и мамы в отношении работников учреждения, все делается для того, чтобы создать уютную домашнюю атмосферу. Даже группы с детьми тут называют семьями. Елена признается, главная для ребенка любовь, несмотря на любые его особенности и жизненную ситуацию в семье. Для семейства Демченко дети – все, смысл жизни. Нина и Андрей женаты 27 лет, у них шестеро детей, двое родных и четверо приемных, трое приемных дочерей – родные и сестры. Мама семейства утверждает, для нее нет границы между родными и приемными детьми. У меня разницы нет, они все мои, и требования у меня ко всем одинаковые, и поощрения всем одинаковые. Семья для Демченко не только большая ответственность, но и большое счастье. И ответственность, и в то же время радость, общение с детьми, и узнаешь всегда что-то новое от них, и учишься у них чему-то новому. Нина Демченко признается, что в первое время у детей происходит адаптация к новой семье. Поэтому необходимо найти к ребенку подход, помочь ему в социализации. Сотрудники дома ребенка и многодетные родители сходятся во мнении. В отношениях с любым ребенком нужна любовь и ласка. Нужно суметь преодолеть все трудности и барьеры в общении, ради того, чтобы затем создать дружную, крепкую и любящую семью, и увидеть счастливую детскую улыбку. Анна Малиста, Валяк Парамзин, телекомпания «Город». Медальоны любви и верности вручат рязанцам в день семьи 8 июля. Их получат молодожены и супруги, долгое время проживающие в браке. В Рязани основными площадками празднования станут Рязанский Кремль и Соборный парк. Впервые в городе пройдет парад семей. Он стартует в 12.30 от Глебовского моста. В родном селе Февронии ласково праздник начнется рано утром с Божественной Литургией. В этот день пройдет презентация проекта памятника Петру и Февронии Муромским. Его установят в 2019 году. Кроме того, в день семьи и любви и верности в Рязанской области поженится около 200 пар. Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. Я на этом с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok